Ага, у нас есть Трим, у нас там ла-ла-ла-ла-ла, у них там Дарксир, значит они Дарксира любят очень сильно, ну, с другой стороны, он и так как бы герой меты, который очень неприятен во всех смыслах этого слова, но берут себе Герокоптер НЛГ. Ну, решили его не вторым героем пикнуть, решили всё-таки третьим забрать, ну, пока хороший сбалансированный пик у одной команды, хороший сбалансированный пик у другой, посмотрим, чем ответит Вега. Даззл наверняка будет стоять рядом с Шедуфиндом, делать ему стаки, помогать ему как-то на миде, нужно брать Эмбер Спирита, точно, как я мог забыть, насколько же хороши Вега Сквадрон с Эмбер Спиритом, но вполне вероятно, что... Это Свет для Паши, Свет для Паши. Ну, с Веном они тоже играют, что-то подзабили у нас Вега Сквадрон на Эмбера, ну, хорошо, хорошо. А потому что были случаи, когда Эмбер, опять же, я не устану повторять, главный минус Эмбера в том, что он не может ломать вышки. У него нету достаточной скорости анимации атаки, и все, и как-то ее не апая, но он будет медленным. Поэтому Свет здесь в данном случае надежнее, гораздо надежнее, плюс это дополнительный мус-пик, плюс это аура. Вега Сквадронс, turn to pick. Ауешные, плюс это наличие ауешного дизейбла, причем тотального дизейбла, если еще в связке этого самого Эмбер Спирита люди хоть что-то могут делать, то здесь бум, халер, поехали, что называется. Лина, четвертым пиком для Вега Сквадрон. Ну, второй саппорт обозначился. Что можно сказать о ней? Ну, Лина есть Лина. Давно ее не было видно, во-первых, потому что, как на нее столь, что-то стали подзабивать. Ну, у нас же, красивая игра. Игра Нюков, потому что Нюков... Здесь предостаточно, у нас есть Квапа, у нас есть и Бейт, у нас есть и Верна, и Лина. Вот что касается стиля игры, вот при всем моем уважении к команде Empire, мне очень нравится, как играет Вега Сквадрон, намного больше, чем Империя. Ну, понятное дело, что это неважно, главное, чтобы твоя стратегия приносила тебе победу. Ну, это вот как-то я не могу объяснить. Вега играет активнее. Вега играет активнее. Потому что он играет на, вот, Invoker плюс Dragon Knight. Два героя, на которых очень редко, когда можно увидеть какого-то другого мидера, да. Ну, понятное дело, что и Excalibur, и какие-то другие, наверняка, игроки в миде, там, мы можем назвать, наверное, и No1, и даже вот мидеров тех команд, которые не принимают участие. В3-3 какой-нибудь, или там, может быть, Miracle, кого-то мы еще забыли. Много, много кого можно назвать, но вот Dragon... Они все умеют играть и Dragon Knight, и Invoker, но почему-то вот только игрок команды Empire так активно играет на Dragon Knight, Invoker, очень интересно за этим наблюдать. Тинни тем временем залетает в пик Knowledge Gaming, персонаж действительно популярный в наше время. Это трипла Гирокоптер Бэйн Винтер Виверны, или, может быть, даже дабла Бэйн Тинни на топе. Я так предполагаю, что-то подобное можно увидеть. Я никогда не исключаю такой возможности. Хотя подобного я не видел уже на протяжении игр, наверное, 10-12, может, даже 15-ти карт, когда кто-то пикает Тинни третьим кор-героем. Да, когда есть там, например, Гирокоптер какой-то еще, герой, который теоретически может в мид идти, и еще добирается Тинни. Ну знаешь, чего я здесь боюсь? Knowledge Gaming могут это все сделать, все хорошо. Есть три героя. Герои для чипа. Может, да, может, не хватить фарма. Просто банально не хватить фарма. Beastmaster для Vegas Squadron. Хороший герой. Против Тинни мы уже видели, как можно играть Beastmaster. Кажется, мы видели, как как раз-таки Empire играли через Beastmaster против команды 4CL, которая забирала Тинни. Ну и здесь он тоже смотрится хорошо. Напомним, что Vegas Squadron в принципе играют Beastmaster, а в данном пике он смотрится интересно. Но я практически уверен, что данный матч должен получиться нереально крутым. Да, что ж, начнем с классического представления команд. Команда NoLogic Gaming. Asusay Spyrton играют на Bane, будет играть его. Madara играет на Герокоптере. Excalibur исполняет Тинни. Milan у нас на Winter Verne и Mitch на Queen of Bane. У Vegas Squadron все мы с Слэйер Даззл, Соло на Лине, NoOne на Shadow Finne, Мак на Beastmaster и Паша на Свене. Да, ну в стартовых закупках мы не видим особо какого-то там наличия смоков, поэтому никаких... Более интересно, как закупились NLG для того, чтобы вот на линиях стоять. Да. Ну тут сейчас будет возня в лесах, посмотри. Паша выходит, стан, усыпили Соло, очень не вовремя. Соло здесь умрет. Да, Соло здесь умрет. Да, первый игрок. Для Митча, для Клобы весьма неплохо. Продолжаем разговор. Так, а по итогу Queen of Bane у нас будет стоять 1 на 1 против... Или не 1 на 1, или просто легче сказать, она будет стоять на сейфлейне, а уж 1 на 1 или нет, это уже решат Vegas Squadron. Они посмотрели, как закупился Митч, поняли, что Митч будет стоять именно на боте. Excalibur забирает на боте руну, на топе забирает у нас Beastmaster. То есть, ноу-1 у нас остался без баунти руны, что, ну, теоретически не очень хорошо. Да, но с другой стороны, его будет Даззл охранять. Да, его будет охранять Даззл, он будет ему делать стаки в лесу. И эти стаки, соответственно, вполне спокойно могут ему принести то самое количество голды, которое обычно не достает. Спасибо за это. Считывая то, что, во-первых, у NLG нет запасного варианта, опять же, да, то есть, какого-нибудь мобильного персонажа, который, допустим, у которого нету блинка, брать, да, перевозить, ну, там, место, да, армии садараки и так далее, и так далее. То есть, работать такси, таксистам некому. Поэтому Тиннику надо будет самому покупать себе машину. Купить себе машину, это будет проблемно. Считывая то, что он стоит против Shadow Finna, Shadow Finna довольно-таки сложно в Миду, даже если у тебя есть Бэйн, господи, ты, боже мой, переформить, и... Это очень, очень даже очевидная тема. Мага тем временем поднапрягал немножко Милан. Но, опять же, Бисмастер, которым стоять очень и очень хорошо и приятно. На тяжелой линии, особенно когда у тебя тяжелая линия является соло-легкой. Ну, попроще, да, потому что поста как-то себе можно кабаном там отвезти в лес, потом запармить или пулы какие-то совершить. Отправил кабана на 52-й секунде вот сюда, стакнул себе точку, потом опять кабаном пульнул. Удобно? Бля, плюс еще Вижн, который дается тесту у нас тут птица, да? Вот она. Она показывает, что находится на этом участке карты. Более того, у мага Вард есть хороший, который позволяет ему видеть, когда Милан там на него пытается выйти. Очень-очень приятно. У Тиника, кстати, проблемы были... А, нет, ну просто пару кайлов, господи. Я смотрю на него, у него вроде как есть здоровье. Такой полный хелсбар, да, вот здесь наверху. В какой-то момент раз, и половина лица нет. Под коймом. В тем временем, если Муртон умер на боте, подошел Дазл с дабл дэмономом, за два стана просто-напросто пропу издуло. Да, очень просто, опять же, стратегия. Не знаю, мы как-то раз в пабах исполняли с товарищами такую замечательную комбинацию типа Лина, Свен и ЦМ-ка. Так, тут у нас на Меду какие-то серьезные должны быть проблемы. У Нау Вана, кстати, Аваленч. И еще тычку в лицо, и это второй фраг для команды на Ложигейме. Хотя, время, у Мадара. А, мне все здоровье, все хорошо. Так вот, что я рассказываю. ЦМ-ка, Лина и Свен. Мы себе паблик, у нас на все это здоровье, здоровенный триплой. Мах у нас еще теоретически может погибнуть на топе, но не хочет Мадара лезть на бистмастера прямо-таки под вышку. Хорошо то, что постоянно Мадара отспабливается вот ракет-баражем, флэг-кэноном. Это позволяет магу держать линию рядом со своей вышкой. А это для него самое главное, потому что золото, что он там где-нибудь потом получит, ему важно экспу получить. А вот Мадара, который берет и водит крипов. Со стана мага, что называется, куда-нибудь к себе на линию. И уже линия двигается, соответственно, от Чепенко к Мадарет. Что у нас в Миду? В Миду у нас, сколько там, 12 крипов у СФа и 15. Ученик-то не много. Смотрим на Митча. Митч умирал один раз, но один раз убивал. У него он уже что-то ФБ забрал себе. На единицу вкачан бринг, на двойку есть Кремов Пэй. Больше пока что ничего особенного. Куда летит Виверна? Виверна летит наверх, помогать... А, ну да, она здесь есть. Нельзя бросать гирокоптера одного, потому что, хоть ты помог чуть-чуть простоять Мадаре, он вроде бы получил оверфарм над Бестмастером. Хотя, кстати, не такой уж там оверфарм, 17 на 20. Но все равно, даже если бы у Мадары были бы все крипы с лейна, а у Бестмастера не было бы никаких, то оставлять гирокоптера одного там просто нельзя, потому что любой плюс от команды Вега Сквадрон на топ и гирокоптер может погибнуть. А этого нельзя допускать, если ты хочешь, чтобы у тебя были максимальные шансы на победу. Именно так. Ладно. 5 минут игры прошло, и вот Спарта, что ты здесь делаешь? Накидывает, мне кажется, просто крипом. То есть он решает вообще не отходить и не бросать Экскалибура. В принципе, с одной стороны... Тоже правильно. Главное, чтобы стаки делал, но я почему-то не вижу, чтобы стаки какие-то были у Экскалибура в лесу. Ну, вот у Шэдоу Финда, кстати говоря, тоже стаков нету, что самое забавное. Ну, здесь вот есть парочка стаков, не более того... Ну, там, да, чуть побольше. Там, кстати, сейчас сзади у нас подойдет Соло. Станом не попадает, потому что его Спартан усыпил с лоу-граунда на хай-граунд. Открывается Спартан, еле-еле живой. Тосает Экскалибура, Лину обратно. Экскалибура есть, между прочим, регенерация, а бутылки есть. Ганг не получился. Но не удастся, не удастся здесь с этой регенерацией кого-то еще забрать. Чудом просто и НЛЖ остались в живых сейчас, потому что если бы не этот вард, который позволил бы... Бэйну усыпить Лину, там бы станд попал, и вполне вероятно, что два героя отправились бы в таверну у нас вместо... Ну, все, вот, все начинает заниматься вардами, как раз о чем ты говоришь. То есть вот здесь неплохой сынтряк был поставлен у нас в лесу, как раз-таки у команды Вега, который помог им избавиться от вражеского обзервера. Единственный опуск, который остался у ребят из НЛЖ. Вот-вот сейчас упадет, он находится внизу, как раз-таки за спиной Паши, и он падает. Больше никакого Вижена, кроме самого Вижена, хотя, стоп, Экскалибур, в Смаках, сейчас начало будет выходить, Аваланч есть. Не так быстро! Есть Вега, Сквадрон, могут выиграть все-таки драку, подходит Ноуан с дабл дэмэджем, Экскалибург учит очень много ирона, дабл килл для Ноуана, стаки забрать не вышло, но умер мейнкэрри. Тоже в этом мало приятного, Спартан разворачивается, у него нету маны, не знаю, что он делает, кулдаун от Гирокоптера не может быть закастован, потому что у него еще нет чистого уровня. И Ноуан делает трипл, сейчас Кабан подзамедлит, Кабана, правда, быстро убили, подходит к нич. Соник Вэйвом, почему он не стал давать Соник Вэйв, он бы убил Шидоуфин, да? Он бы убил Элину еще, если что, то есть, ну, там было два... В кого-нибудь-то надо было дать его, наверное. Грейв всего лишь первого левела, рейндж Соник Вэйва намного больше, нежели чем рейндж первого Грейва. И именно так, именно так. Почему мич затормозил, я не знаю. Но, опять же, они игроки, им видны, как говорится, но, как мы видим, вот эти вот все действия, которые делает команда НЛЖН, они, как бы, сейчас, ну, не дают особо серьезного профита, учитывая то, что могло быть все гораздо иначе. Так, Мадара. На стартман нашли Сему, ударил его кунем, он, опять же, в поиске стаи ТПА, вот, куда еще сделать, и у него это получится прекрасно. Прямо по КД он ТП тратит туда-сюда-обратно. Это даже выгодно было для него, потому что гирокоптер очень много маны потратил, и, опять-таки, ну, в другой стороне он Пашу оставил одного, Паша успевает с Кинестан, но Спартан отлично его задоджил Найтмаром, Паша под ультой кайтит соперника. Не получается. Не получается здесь Пашу. Да, профи на пустынка пластов, немножко размять крипов, для того, чтобы Мадара смогу перджемать пустынка, затернить и уйти отсюда подальше, ибо если он здесь останется, ему не было... Что у нас в Миду происходит? У нас есть Нолан, который взял себе руну невидимость. А это что? И убить кого-нибудь, например, того же самого Мадара, когда он вернется... с курорта, где он там пытается лечиться. Так, Нолан. Нолан в лесу, занимается теми самыми стаками, за которыми тоже Динлджи, и проиграли Драку. А у нас 9-й минута матча, давайте сейчас такой график быленькой и посмотрим на то, что и как вы, ребят, с деньгами. Ну, в качеле, разумеется, на ранней стадии игры они по-другому идти не могут. Более-менее ровненько, 250 преимущества Динлджи, и здесь у нас 500, 500 по опыту, ну, опять же, ну, уже 250. Дирокоптер оставил линию на топе, потому что там стоять уже достаточно опасно, передислоцировался на бот и будет фармить пока что там. Маг, кстати, тоже туда у нас идет, будет он покупать Некрономикон, очень полезный артефакт для Бистмастера, крайне полезный. А стаки, которые есть в лесу Динлджи, они все наполняются и наполняются новыми грибами. Здесь раз стаки, и там еще стаки, да, он здесь. Динлджи пока что проигрывает в Нетворсе с Шэдоу Финду, который свои стаки, я так предполагаю, уже забрал, поскольку Тинни вернется на сложную точку, ему нужно 9-й левел получить, чтобы прокачать Аваланс на 4, тогда он будет легко забирать. Да, он и без него решил пойти. Я бы немножко маны ему не помешал, на самом деле. Он Скик прожал, сейчас ему хватит маны на Тос, но, правда, нет, не хватит. Правда, не получается. ССФ тем временем прожал инвеси, если бы Шэдоу Финду сейчас оказался вот в этом месте, можно, конечно, застал бы Экскальбору врасплох, но в данный момент он бежит на топ контролить руну, реквиема у него нету, поэтому придется как-то ухищряться, чтобы сделать фраг с этой невидимостью. Например, Мич, если он потратит сейчас блин как-то, нет, не будет тратить блин, ну, да, действительно, не будет, но и больше на топ контроле нет. Спартан забирает реген на боте и бежит очень нагло. Он не знает, что здесь на 1. Спартан, по-моему, погибнет сейчас. Подходит Бистмастер, 2 Кайла, Драгонслейд и 1-й даритрак. Там четверо, конечно, погибает. Здесь тоже никаких вопросов быть не может. Да, обратим внимание, давайте на айтемы, которые есть у ребят на 11-й минуте. Ничего особо такого специфического, разумеется, здесь нету, но по нему мы отметим, что у Мадары есть Аквила, есть ПТ-шка. Отметим, что, соответственно, у Мага есть начало Никто Микона, который мы говорим вам. И Ноуан потихонечку начинает выфармивать себе Мекку. Ну, тут даже 2 половинки почти готовы. Ну, не 2 половинки, а 2 трети. Из 3-х айтемы собирается. 2-х айтемы будет с 5-ти. Поэтому еще чуть-чуть остается только лишь рецепт. Ну вот, продолжаем разговор. Тинни дофармит свой блинк, и вот тут-то уже на Лоджи Гейминг могут пытаться как-то играть, интересно. У Винтер Виверны есть сейчас ультимейт, с помощью которого можно было бы попытаться убить Пашу. Даже вдвоем с Мичем можно было бы попытаться это сделать. И блинк на Тинни появляется. Все, сейчас на Лоджи Гейминг должны выходить в какую-то аркаду и драться с Вега за территорию. Поломать вышки в перспективе можно. Да, абсолютно согласен. Пока у СФ тем более Мекки нет, он очень слаб. Вот и Виверна, да. Виверна взяла себе шестой уровень не так уж давно. Это значит, что она, опять же, может участвовать и половина левела еще остается у Бэйнаймона. Что у нас происходит внизу? А внизу у нас умирает гирокоптер, далее Паша идет. Радиент's bottom tower is under attack. Dyer's top tower is under attack. Видим, что его просто брали за 2 станы и просто одну блэйт в него садили. Массовый телепорт от Моложи Гейминг на бот. Практически поломали вышку Вега. Дает последнюю тучку соло, но почему-то не сгибая ли Милан просто спас своего тиммейта, но Мич не решил, что нет, я не хочу быть спасенным, я пойду умру. С одной стороны, Скалибург наоборот понимает, что мне не ребят, я не с вами, здесь не ловить нечего, я пошел, я развернусь и меня здесь. Сейчас будет калдаун от Мадары и соло на самом деле можно убить, но немножечко замешкался Мадара, поэтому калдаун не попадает, кстати вот реально попал бы этим калдауном, там убили бы соло. Третий брейнсап плюс две ракеты и пара тычек может быть, как раз таки через флэк у этого кабана соло бы умер. именно так, но в какой-то момент они не домикривают, например, в другой момент они, видимо, не знаю, может у них какой-то такой элемент мискоммуникации присутствует, потому что, ну, вроде смотришь, вроде бы ребята все правильно делают, с другой стороны смотришь, один с другим не договорились, и один кидает кулдаун, а второй, вот как сейчас было с клопой, ее спасают, вместо того, чтобы говорить, все, ребята, да, мы расходимся, и скалибр уходит, все остальные тоже уходят, без тени они драться не могут. Тут один гирокоптер, значит, говорит, не, а мы можем подраться, я могу кулдаун дать, папа говорит, да, мы можем подраться, я могу умереть, и умирает папа, и после этого сразу смотрится кулдаун, но кулдаун, опять же, очень быстро откатывается, не важно, важно то, что я опять говорю о том, что ребятки-то, что-то у них с коммуникацией, видимо, проблемы какие-то, договориться друг с другом не могут, ребята, такие горячие хорватские парни. И на карте снова затишья, которая теоретически выгодна, потому что нужно запарнить Свену артефакты, у него пока что совершенно нет ничего, да, у него полторы тысячи хп, но что-то нужно иметь, либо драмы, и, кстати говоря, Свена может все-таки попытаться забрать, через 8 секунд будет Винтерскерс, Паша что-то знает, или он просто не хочет выходить, да, он тоже что-то знает. Ну вот, кстати, знаешь, вот такой момент, может на Лоджи Гейминг проигрывать, потому что у них карма не позволяет соответственно выигрывать все это дело. Так, у героев какая-то проблема? Проблемы собрали через. Пару штанчиков, как обычно, по классике, Макмилл улепил. Ультимейт, если мне не изменяет, если мои глаза мне не подводят. Так вот, о чем я говорю, вот обратите внимание, надо бы на то, что происходит в Миду, спать на показанном уровне четверска, в Брендзапе-то, кстати, Сему почти в Убили, в Мидерском шло был, он делает ТП-аут, просто используя, соответственно, грязь. Но этого не хватит. Доставил брать свинскую минуту, соло пытался отброситься станом и уйти отсюда, но не получится. На развороте он забирает лицо до Шпартова. И умирает. Три в два, неплохой размен. С одной стороны для НЛГ, с другой стороны они потеряли снова Гирокоптера. Гирокоптер умирает уже во второй раз. Так вот, о чем я говорю. Посмотрим на флага, на карте Веги, да? Смотрим на флаге Веги, видим флагу Вега-сквадрона, кула, все дела. Смотрим на флаг НЛГ, он чисто белый. Как будто ребята еще не играли, но уже сдаются. Да, задавал вопросу про карму, да? Комментарий, да. Да, то есть. Еще не играли, уже сдаются, но тем не менее, вот эта вот драка, которую удалось организовать сейчас на Лоджи Гейминг, она была для них выгодна, они много получили золото. Да, они потеряли Гирокоптера, ты верно подметил плохо, когда твой кэрри погибает. Но все-таки у НЛГ тут еще и Тинни есть, и Квин оф Пейн пул героев очень сильный у НЛГ. У Вега, с другой стороны, тоже герои классные, но если в лейт, скажем так, начнут потихоньку выходить на Лоджи Гейминг, с ними будет не так просто справиться. Надо стараться с Шудоу Финдомом, пока у него есть мека, пока она реально актуальна, постараться как-то поломать вышки, да и Бестмастер тут со второй пачкой Некров. Бестмастер со второй пачкой Некров, мне кажется, сейчас может даже больше дэмэджа влить в драки, нежели чем Свен, которого тут теоретически могут раскатить. Сон на него повесить какой-нибудь, или даже Финдсгрипп его. Да, ну, прошло, я самом деле, да, насколько у нас времени прошло, у нас прошло 10 минут, с того момента, когда мы последний раз смотрели на графике, давайте глянем, увидим, что у Вегас-квадрон имеет преимущество не такое уж и большое, на самом деле, сколько здесь тысяча. За одну драку отыграть реально, тем более, что Нонжи собирается драку провести в смоках. Ребята находятся, заходят во влез вражеский, во влез во вражеский, и найдут там как раз-таки парочку сладкую, которая занимается фармом, но уан первый будет, кого за С5, влетает меч, куда же кидается Тоса Матару, Матару делает Роген Пердж, но уан не сбивает, нет, не сбивает, не сбивает свой ультимейт, просто умирает у мага, дальше проблема, там короткий Винтерсферс был, и, кстати, Соло держит Винсгриппи, дабл гилд для меча. Еще и поймали у нас здесь, кажется, тинни игроки команды Вега, надо постараться ответить еще одним фрагом, Баша, тычку отрывает очень много хитпоинтов Клин оф Пейнт сейчас Паша, но дальше он решил не лезть, один против четверых здесь не подраться. Да, и того просто в одного чинника четверых ребята из Веги довольно-таки неплохо, довольно-таки хорошая драка для ребят из НЛГ, если мы сейчас откроем графики, буквально через, наверное, секунд 20, мы увидим, что то самое преимущество, которое было у Веги, оно уже, а, элиминировано, б, соответственно, пойдет в сторону команды на лучшее. Глянем на графики, да, 500, 500, 3000, неплохо. Ну и наконец-таки должны у нас Вега Сквадрон как-то себя проявить, потому что пока что они просто фармят. если они в смоуке выйдут, то они могут, в общем-то, теоретически так же хорошо подраться, потому что роур имеется. Быстро убить одного из персонажей НЛГ и да, абсолютно верно. Что ж, выиграть в раку. Паша чуть было не навалял по лицу Милану, Милан откроет сюда и давай глянем на ситуацию по того раму, что у нас есть на карте. у нас получается все Т1 вышки с заключением Т1 на боте стоят целые невредимые. Ну, насчет невредимых я бы посвоил, конечно, целые, но ребята за на лжи, а, особенно все вышки целые невредимые, вредимые, но все еще целые у Веги. Слово целый сейчас почему-то хочется добавить слово невредимый, но далеко не... Реально удивительно то, что 18-ая минута на карте поломана только по одной, а хотел сказать по одной вышке. Всего одна вышка упала, да, вот я это не хотел отметить. В действительности только одна вышка у НЛЖ упала и то на боте, это можно сказать, что если такой маленькая ошибка, которую они допустили, когда они тут все, кажется, погибли. Солыч, Солыч, что-то получает на лицо от Митча, далее будет ультимейт и... и что? Солыч, отпустили, отпустили, пришел Паша, типа такой, я боевой, я нажму на соответственную. Варкраун, пойду, побегу, ускоришь, сам ускоришь, все хорошо, берет и добивает вышку на миду, вот на вторая вышка, которая падает. Получается, что по одному Тауру нету ни у одной команды, ни у другой. Очередной Смоук сейчас будет заюзан. НЛЖ есть у Винтера Виверны ультимейт. Тут опять-таки, ребята по кулдауну ультимейты Винтера Виверны ходят в Смолке и стараются убивать. Одну драку они уже выиграли, из-за этого им удалось перехватить инициативу. Это видно по графикам, собственно. Что же касается остальных ситуаций, то вот мидж зря сейчас дал Суник Вейв, потому что если ребята хотят заюзать Смоук, то лучше, чтобы Суник Вейв все-таки был, потому что, мало ли, драка может пойти не по сценарию, а по запланированному. И без Суник Вейва можно не нанести достаточно фатального урона, чтобы вот сразу же получить численное преимущество в драке. Да, именно так. Но при всем при этом кулдауниться сейчас на самом деле на втором уровне осталась минутка. Минутка, кстати, вот Минутка и понимает все, что делают НЛЖ в лесу, то есть, увидел Леон Спарта, который расставлял ладжи направо и налево, но, скорее всего, увидел. Видят зато Пашу, который фармит Эншентов, тот прячется в лес, и тут Паша может дать стану, он дает стану Дмитча, пытается убить его, но незамедлительно следует Финцгрих, и... Ну, Паша старался, может быть, постарается Лего в ответ хоть кого-то забрать. Но был уже уйти от Мага, подтормозил немножко, попал, ушла с путью, оттуда у нее еще бутылки были заряды, поэтому отпевается, и все хорошо. Но и Вега лишается Паши. Ну, заходить на Рошану, сейчас я, ребята, не советую, потому что... не заход на Рошану, это просто попытка выйти в спину Семи. Сема. Смотрим на график, тем временем, около двух, лишним тысяч, три, лишним тысяч. Преимущества команды NoLogic Gaming, что на самом деле, ну, знаю, радует, потому что NoLogic смотрели, смотрели на протяжении всего этого игрового дня такими, ну, слабоватенькими ребятами, да? То есть, не особо... Ну, против Empire, откровенно, они расхлябанно сыграли, это точно. Да, и как-то, когда ты смотришь, не знаю, лишь-то я не отдаю подключение. Так, стоп, Паша вылетает. Будут ли какие-нибудь сейчас танчики, стану в Мадара получит себя. Нет, нет, не Мадара, они разворачиваются, идут и видят кого? Милана. Видно? Не видно им. Сема, пиликал туда. Телепорты в кулдаунах, Милан не может сейчас отсюда уйти, но сейчас ему уже, конечно, надо прожать этот телепорт. Он хороший вард поставил вместе со своим вторым саппортом, Спартаном, но здесь вот, ну, неужели он будет жалеть 75 золота? Милан, ну, не надо. Ну, нажмите телепорт. Либо же он пытается поиграть, типа, серия, ребят, а давайте вы приедете сюда, и мы, типа, подеремся, и я выйду из лес такой, типа, буду приедет. Ну, там все мы убиваем. Да, все мы убиваем. Да, куда-то. Не знаю, лично я не особо даю прощения коммунгам, но всегда как-то переживаю за тех, кто проигрывает, потому что их жалко, как бы. Победители пойдут и будут праздновать победу, а проигравшие, разумеется, пойдут грустить. В любом случае, без веселых не обойдется, и без веселых тоже, но хочется их поддержать, не знаю, в какой-то момент. Ладно, глядим на айтемы, давайте коротенький айтем-бриф посмотрим. У нас, значит, Бэйн имеет арканцы потихонечку собирать с Мадара. Сэнч Яша, Аганим только что появился у Митча, он же Квин оф Пейн. Экскалибр с Блинком давно уже, три с половиной тысячи в руках, купил бы хоть что-нибудь, но мне кажется, я знаю, что он собирается себе взять. Ну, и все, Модерслейер. Так, Солочь, Солочь, кстати, прикупил себе Ю. Ноу Анс. Мек и Меку мы уже давно видели и у Чпенко у него некрочи 3-го уровня. Паша, с брюком, с БТ-шкой и такой боевой парень, который на самом деле как раз отглубил, 3 раза умер. Смотрим на атаку от веки. Дайва с ботом уровня вверху. Как же эти некрочи с вами набьют? Ну, тут Соло дал свой рассказ в Экскалибр, а сзади подошел Ноу Анг, остановил Рекью Нов Солдс, уже разменяли Сини на Бестмастеров, что-то хороший размен. Суник Вейв от Суник Вейв в... Я что-то... Я что-то не знал, она что-то... А, она не крадовала Суник Вейв, поэтому умерла. Млок сыграно. Да. Вот здесь, вроде как, неплохо было сделано, с другой стороны на микроуровне ребята очень плохо сыграли. По-другому никак нельзя сказать. Вроде стоит и Бэйн, вроде, значит, он стоит и держит моментально Пашу в Финсгрипе, но... Там есть Лин. Лина, раз уже там раскаталась заклинаниями, она может накидывать с руки. Она начинает накидывать и никто эту Лину не трогает. Все пытаются за это все время взять и убить Пашу. Пашу убить не проблема, сейчас он не так опасен. Он, да, имеет достаточно количество ХП, у него неплохое демокринство руки и так далее, и так далее. Он бьет медленно. Пока он будет пытаться всех убить, его уже можно будет просто скукожить раза два, наверное. убить Лину, убить Соло, который ватный, который неплотный, и их дальше не плотный, плотнее и плотнее, потому что после всего этого мы наблюдаем у него появление Пойнт Бустера. Очень интересно сейчас играет Соло на Лине. Поначалу он там старался как-то помогать саппортить вардами Сиоми, но впоследствии он купил себе Иул и покупает уже Пойнт Бустер. То есть мы, возможно, увидим Аганим на Лине в этой игре. Да невозможно, скорее всего. Ну, тот Соло сказал, типа, пацаны, я играл, я саппортил, я Куру купил, варды купил, все, дел сделано. Так, Митч ходит в смоках, да, неплохой смок, от команды НЛД, они пытались зайти проверить, есть ли Вега на Рошане, но они не понимают это, конечно, что... Вега очень ряд... А, Спаркс отмечает от Мага, далее, Ивана подсеркнулась с тобой, неплохой кулдаун выдается до Макара, Экскалибур под БКБшечкой раскидывает лица направо-налево, но убивает он только Пашу, ноуан. Также уже прогунул БКБшку, у него, в принципе, еще и Мека есть плечи, Экскалибур отлетит от Моуан, потому что еще одна тычка, и он пошел домой, и... далее, что будет уйдет, а Сёла пытается выкинуть ТП. У Соло есть Лагуна, надо сейчас обязательно после этого Юлу подстанет Мича, и... 4 в 2. 4 в 2. Вот так вот. Номин Миссу летит, но ладно, но, разумеется, тут же просто такой комплиментарный коммиссу от Магары. 4 в 2. Диплохо сыграли в Вега, и... опять же, очень хорошо и грамотно, я считаю, раззомили они за драку, да, то есть они ее разделили на те самые места, в которых... Радианс Миддл Тауэр отдельно, саппортов отдельно, все отдельно, с Зачим-чударем, все классно сделано, и... и все. И... Еди на место, тут есть телепорт. Есть Финс Грипп у Спартана, очень опасно здесь стоять, сейчас игроки команды Вега, подходят Мадара, юзают Солдаун, и все, мы доходим с Грейп, а НО-1 без Блэкинг Бара еще 10 секунд. Соло чек, Финс Грипп и за всю боль. Заюзали Грейп, старается максимально дать проказ, то он угрозит, что никого с собой забрать в таверну не вышло. Разумеется, он здесь умирает. 18-18. Нам сейчас, скорее всего, что нам с тобой, что всем нашим зрителям будет очень интересно смотреть. На графике. Но! Вот сначала Чепенко даст топоры, даст Праймал Рор. Неплохо работать в Картану, и со мной не кратит, и здесь уже есть. Ой, шаду Уэйв, разумеется, сориано от Семы Теслеера. 18-19. 18-19, и... Курочка! Курочку подрезали, она, конечно, не имела артепактов, но все равно, но это дополнительное золото. Дазлик, все, мы покупаем себе медальку, и мы смотрим, что все это преимущество, которое было у команды NLG, сейчас уже просто аннулимироваться здесь. Нужно какой-то Владмирс купить вегас Патрон, потому что демэджа у них огромное количество, и... Идут Паши, начинают разбираться с Курчем, далее неплохой колдаун закидывают, но... Просто падает Рошан. Не знаю, зачем NLG решили без Винтер Виверна идти на этого Рошана, очевидно было, что там они ничего не сделают, разменяли только Квапу в Дазла, невыгодно так меняться, да и помешать там в Винтер Виверна было сложно крайне сопернику. С одной стороны, на самом деле, вегас строят развалы, правда ли, он сейчас попал в Виверна. Строят развалы на правый на поле, на поле, наверное, минут пяти последних. Другой стороной на графиках особого... так, бонуса, особого... особого путь это не приносит. Здесь, вот опять же. То есть, ну, сейчас, да, немножко график по Вингам идет чуть-чуть в сторону вегас-квадрон, потому что они снизили... Дайя с топ-тауэра вверху. Это не такие уж и деньги. будем опять же наблюдать за всем этим делом и... команды пока что идут у нас для Боя. Вот топовый Нетворс у Мадары. У него есть БКВшка, у него есть Сенчьяша и глядим на айтемы более-менее подробно. Значит, здесь у нас Тинник, у Тинника есть Блинк и БКВшка, которая, опять же, юзана в прошлом замесе, поэтому она будет 9-ти секунд на следующий раз, да так же, как и у... А, нет, Мадары я только купил. Не могу посмотреть, потом 10 секунд у него будет на эту БКВшку. На Винтер Вивернов сделал себе форстат до конца уже, наконец-таки. Квин оф Пейн нас загоним, и опять же, потихоньку готовит себе БКВ-мич Сема с арканами. И, кстати, в смоках, ребята, из Веги-скадрон, поэтому обы-хайты мы поговорим чуть-чуть попозже, потому что сейчас грядет экшен. Экскалибр может погибнуть, он знает, кажется, что нужно ему откушать плейн, но он промил, но ему откушили лица. Мадара тем временем толкает линию на боте, но на топе он поломает линию намного быстрее. Ну, не линию, по крайней мере, по-другому, он поломает. Мадара нацелен вместе со Спартаном бежать на бот для того, чтобы заставить соперника сделать силипорт и ломать Т3, но что-то мне подсказывает, что Ноу Лоджи Гейминг будут сейчас терять линию на топе, придется они в туз они лупили то, что там Мадара им делает внизу, господи. Рим, Мич, допустим, Ликвейдер, не надо, не надо, пашет, это стань чуть и все достанет. Мич тут как-то совсем криво играет. Если поначалу он какие-то хорошие, вроде бы мувы делал, то вот последние три его входа в драку, они как-то высшают сразу, он погибает, ломают на топе личный вегас квадрон на топе но все равно с некрами нормально получается прохарасить в бараке и к тому же поломать т3, размен т3 в т3 он в общем-то выгоден вега, ой, не вега, а на лоджик гейминг, потому что им нужно тянуть время, пока у шэдоуфенда есть айгис, они там нормально драться не могут, но Марк не собирается отпускать Спартана, даже не пожалел на него праймл урор. Интересно, ноуанн что будет покупать в линкенсфере? А, он уже скади купил, я прошу прощения, не заметил, что у него появился этот артефакт, да, действительно, скади тут очень очень классно заходит. Да, хорошо, хорошо смотрится для СФа, но, например, если бы появилась бы линкенсфера, вообще непонятно было бы, как этого шэдоуфенда дизейблить, потому что таргет скиллов, которые бы пробивали линку, их действительно не так много, но винтерскерф, понятное дело, надо, чтобы он попадал, финсгрип надо, чтобы попадал, найтмар, ну, я даже не знаю, найтмар такой скилл, который можно задоджить блоки в парах, но все равно. Линкенсфера, в общем, будет смотреться действительно круто на каком-нибудь саппорте, вот СОЛ сейчас доделает свой аганим, я так предполагаю, ему уже летит аганим, там должно быть, да, да, там ему уже летит аганим, и если СОЛ начнет покупать либо лоту сорб, либо, может быть, какую-то Линкенсферу, тогда уже у Knowledge Gaming действительно будут серьезные проблемы, потому что конкретно сейчас они могут выводить в драки исключительно за счет хороших тортокных тервиверов. Ну и финсгрим какой-то качественный лишний по сути не будет, но все равно даже этого может схватить, чтобы оттолкнуть соперника дальше. Да, именно так. Поэтому он не старается сплитовать, у Экскалибура нет аганима, он похоже не собирается его делать, он будет делать кирасов, помогать с ним тиммейт у Мадаря. У Мадаря 3000 золота, атакуют тревышку НЛГ, порсит сюда. И вигдах будет толкать, потому что маг дает праймл рову Мадару, у Мадаря тоже в бакобошке, тут же приятная соло ульта, прямо до самой бакобешки подорвется, да, а вот других игрок из НЛГ спить Паша. Здесь Паша есть, блин, а очень кручен в подхвате, поэтому разве что найдут Милана, Милан также ушел и Аегис уже пропал. Ну вот, теперь, может быть, можно даже как-то попытаться подраться пять на пять, потому что пока у СФ есть Аегис, с ним все-таки сражаться не рекомендуется. Но смотрим на горы, которые у нас на графике нарисованы, века пошла в преимущество, у них сейчас 4000. По золоту и те же самые 4000 по экспе наблюдаются. Не шибко много, но должно быть более-менее ощутимо, наверное. Хотя 32-ая минута на карте. Там деньги-то все сосредоточены исключительно в СФе. Да. Ну и саппорты, да, вот Лина много нафармила. Демон Эдж появляется у Ноуана. Знает он то, что Гирокоптер будет покупать бетерпляй в этой игре. Да, потому что его сонки, потому что его уже спалили. Ждем следующего Рошана. Рошан будет довольно-таки скоро. Раз Айгерс уже пропал. Надо мне пашу убить. Ребята, снова уже гейминг. делает Милан. Он находит. Он получает лицо встанки. Раз, тычка, два, тычка, на третье тычка. Он мог бы умереть, но Паша нажимает БКБ, тот же получает лицо скрипин сгрип, летает. Мак, Мак, сфиливый с лица земли. Соответственно, Виверну, Паша, доджет. Колдаун. Пытается со спартом уйти на ТП. У него это получилось сделать. Папж, Хомин Митал герокоптера прилетела. И все. И ребята начались отдать просто Виверну, но, знаете ли, одну Виверну отдать. Это все-таки лучше, чем отдать целиком, допустим, там всю команду не раз. Мы откроем график, мы видим здесь драки, в которых, например, Вега, 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 Вега делает килл, а не трасс килл, два коммада. Опять же, куча киллов от Веги, один, два килла от Нолджи. Размены в последнее время происходят не в пользу команды. К сожалению, фанатам Нолджи Гейминг к счастью, фанаты Более того, они еще и вражеских этих блин, что пришили забрать. Там было 2 стак, почему бы и не. Мак, давайте поговорим о его затаре. У него есть блин, у него есть джентльменский табор, просто блин, отрывала и Некрачи. Сейчас бы на самом деле вылить, как бы всякие века, а потом просто на птичку маке, знаешь, телепортик, можно сейчас попытаться быстро убить Мадару через Ульф Паши вызываются Некра, Спартан был, хороший слип, он подрубает Мадару БКБшку и тут может погибнет он от Паши, которого не замедляет филдаун в новом патче. Экскалибр тосает Пашу, пытается задержать его как-то, но Паша, она пофиг, блинкается в лес, убивает Бэйна. И тем временем Митч у нас также отправился в таверну. Соло, похоже, подцепил его в лагуну. Смотрим на Файтерикап. Нет, здесь не было соло, здесь, а, ну, подходит у нас НОВАН, которого вот-вот будет готов Мадликин Пар, прожимается портификейшн на ЛГГейминг, сюда походим Милану, который еще есть в Митчемейт, очень люто нападает Экскалибр, но НОВАН прожимает Блэкин Пар из-за Креклимус Олс, и Милан по итогу погибает, а НОВАН не стесняется даже давить под фонтан со своим скадер для того, чтобы убить гирокоптера, падает первая линия у НЛГ. На миде есть Д2, поэтому там Лиггин забрать не получится, но можно забрать Д2, а потом Лигги. Да, вполне спокойно. Пайтрекаб вашему вниманию, смотрим на графики, которые неуклонно растут в сторону преимущества команды Вегас Квадрон. Лина у нас Блинк покупает. Весьма-весьма приятный артефакт для Соло. Он уже тут себя чувствует как вот в своей тарелке. Раньше же он играл на миде у некоторых команд, скажем так, да? Да. Соло, и поэтому он, в общем-то... Так, вот Праймал Рор был на Мадару за Юзин, Мадару стоит, Мадару бабочка, и ему хорошо, но здесь Соло есть, который может ему опять же разрядить по лицу, очень-очень больно, неприятно. С другой стороны, этого Дэма не будет на Мадаре. Мы не будем снижать. Мы не будем снижать. Но Шан украл к даме. Но Шан на Мадаре со спины расстреливать дэмэдж. По Икскалибур, например. Хороший фингриб в итоге с Нолана, но там Айегис. Пока не совсем понятно, как тут он лучше собирается драться. Паша под ультимейтом входит в Мадару. Мадару получает тонны дэмэджа, но потерпля его спасает. Винтерскёрз для того, чтобы засейвить свою команду, юзает сейчас в интервью Верна. Неплохо наяривает Нолан со Скали и не отпустит здесь Бэйна. Икскалибур может отблинчнуться или наоборот войти в драгу. Блинкается, делает телепорт. Паша его видит и дает стан. Скалибур никуда сюда не денется. Вот почему ему не поражать телепорт в этой точке? Его же тут не видно. Зачем он набрикнулся на крипов, которые дали Вижен, Вегас Кадрону, и в итоге Паша поймал его. Дайя's middle tower is under attack. Тепени для нас 20-30 в пользу команды Вегас Кадрон. На 38-минуте матча с вами по-прежнему Форс и Борода, и по-прежнему мы смотрим на графики, которые все так же неуклонно растут. в пользу команды Вегас Кадрон. Но, с одной стороны, помнишь, я говорю о том, что как-то мне побывать жалко ребят, которые проигрывают как-то радианса middle tower is under attack. Потому что так уже все хорошо, и так далее, и так далее. С другой стороны, я смотрю, века наказывают. Вегас Мидлана серьезно и как бы НЛГ сами виноваты. Попадают на Милана. Милана отсюда никуда не денется. Игра работают. Игра больно. Только что двух героев команды Вегас Кадрон убивает. Причем убивает моментально. С микрами можно легко поломать другую линию. Радианс middle tower is under attack. Вот такая вот неприятная ситуация. С одной стороны, но вот гейминг прекрасно понимает, что они здесь в Дине драться не могут. Но они стоят в такой позиции, в которых Вегас Кадрон их могут зацепить. Лагуна Блейд пошла в Экскалибур, Экскалибур половину стека своего потерял. Был Суник Вейв, но на Уану пофиг у него. Аегис и есть дазл, который всегда подлечит. Летит ракетка, заходит в Манара, на последнем рыве ткани пытается передамаживать СФа. СФа тосают и улет Тинни. Тинни сейчас получит стан. Странно, что он стак проявил. Но стан он получил в итоге от Паши и умирает от Соло, что в общем-то не важно в данной ситуации, потому что вторая линия Легонца не упала. На боте голые бараки, Т3 вышки нету и бегас Кадрон все живые. Кираса доезжает СВ, но Спартан старается как-то инициировать драку. Он тебя еще раз усыпил для того, чтобы засейвить от стана. Летает весь Дзен с Мадару под Линтерскерс. Хороший нигри по пятнику к Пашу. Блин, Спартан, конечно, молодец, но реально очень много скиллов заставляет соперника на себя потратить. Он постоянно кайтит этого Свена, но тут у Вегас Кадрон слишком много. Реально слишком много. Аегис и всякие манки Кингбары, Терраса на Свене. Слишком много фарма. Да, ты отметил МВП игрока команды МВП. Искалибурр спрятался в лес, все, его там не видно. Нажми телепорт и спасайся. Но он выдлинкивается даже не в другой лес, да, не в другую часть леса, а просто вот в проход, где наверняка кто-то есть. В итоге он там встречает крипов и умирает. Вот. Ну, там опять-таки повторюсь, что это было не так важно. Если каждый такой момент рассматривать в отдельности конкретно, то это ошибки не критичные, которые прямо к такому поражению не приводят. То есть это не идти на 60-й минуте без байбека умереть. Это да. Но в совокупности такие ошибки на протяжении 40 минут, они приводят к поражениям. И вот мы видели, как Мич, когда его Винтер Виверна реально засейвила. То есть видно, что драка уже выходит из-под контроля, что Нолоджи Гейминг. Еще вот секунду, до них доберется Бестмастер, до них доберется там Лина какая-то, Свен. Дадут свои скиллы, и вообще никто не уйдет. Поэтому у нас Милан принимает решение. Надо заюзать ультимейт и спастись хоть кому-то, хотя бы Квапе, даже пускай я умру. Но по итогу что получается? Винтер Виверна дает Винтер Скерс, все сагрились на, я уже не помню на кого, на ИСФ, а там на Свена, неважно. Мич решил, почему бы мне не развернуться, разворачивается, дает Соник Вейв, ну и по итогу, после чего получает успешный стан и умирает. Ну что ж, дорогие друзья, у нас есть небольшая реклама...